Виктор Грабко И в красный угол ринга приглашается из Москвы Илья Самоделло! Что ж, уважаемые любители единоборств, продолжаем двигаться дальше. Это чемпионат России по Муай-Тай 2024 года и весовая категория до 63,5 килограммов. Илья Самоделов, 18-летний спортсмен, представляющий сборную команду Муай-Тай Москвы, кандидат в мастера спорта, работает под руководством Сергея Агафонова, бронзовый призер первенства России 2023 года и центрально- и северо-западного федерального округа по Муай-Тай. Илья 18 лет, и он представляет сборную команду Муай-Тай Москвы, кандидат в мастера спорта России, работает под руководством Сергея Агафонова, бронзовый призер первенства России 2023 года, чемпион центрального и северо-западного федеральных округов по тайскому боксу в красном углу. Москва, спортивная школа Олимпийского резерва Московское городское физкультурно-спортивное общество. Илья Самоделов! В синий угол ринга приглашается его соперник из Хасавюрта Макомед Курбанов! Синий угол Макомед Курбанов, молодой спортсмен, 19 лет ему, его наставник, старший тренер сборной Республики Дагестан по Муай-Тай Аслан Мамедов появляется на ваших экранах и уже находится в синем углу. Именно он сегодня поборется за золотую медаль чемпионата России 2024 года по Муай-Тай. Синий угол, так же как и его соперник в красном, является кандидатом в мастера спорта России по тайскому боксу. Ему 19 лет, его наставник, старший тренер сборной Республики Дагестан по Муай-Тай Аслан Мамедов в синем углу. Республика Дагестан, Хасавюрт, спортивная школа Олимпийского резерва имени Мавлета Батырова. Магомед Курбанов! Парни, от вас нужен красивый и честный бой. Покажите, в обоим удачи. Ну что ж, рефери сделал заключительное внушение спортсменам. Все готово, спортсмены готовы, ну и у нас первый раунд. То есть все, запланировано. Хороший мидылки пробивает Курбанов. Сразу пытается идти вперед. Достаточно хороший захват забирает здесь представитель Дагестана. Тут же начинает обрабатывать корпус соперника коленями. Смена стойки от Курбанова. Тут же пробивает так тип с передней ноги, но успевает Самоделов подхватить ногу. Буки под переднюю. Ну еще один туда же. При этом, смотрите, хорошо Курбанов отзащищался. Ничего не пропустил в ответе. Так, вот рвется вперед здесь клинч Самоделов. Ну, вылетает на соперника. Там завязывается в клинчи. Снова такой плотный мидл с дальней ноги пробивает здесь. Курбанов. Большая часть работает первым номером. Он там лишил немножко пространства у Самоделова. Удар в туловище. И снова мидл туда даже. Несмотря на то, что в блок, по звуку слышно, что удар тяжелый. Подхват ноги здесь от Самоделова. Попытка удара с разворотом в бэкфистан. Но руки были на месте у Курбанова. Оба, в принципе, для этой весовой категории такие высокие атлетичные ребята. Вновь лоу-кик на переднюю ногу. И тут же дальняя рука от Курбанова. Курбанова. Этим лоу-киком правой ноги достаточно часто пользуются спортсмены, представляющие сборную Пакистана. Хорошо, очень плотно попадает. В клинче смотрится поатлетичнее. Наверное, где-то физически посильнее. Потому что, постоянно идя первым номером, он подхватывает своего соперника. Ну, а там уже спортсмены из города Москвы достаточно сложно. Обработка корпуса. Вчера Илья Самоделов встречался с представителем Кемеровской области. Сборный достаточно там выдался поединок. И по определенным причинам Самоделов прошел в финал. При этом вчера отдал очень много сил. Он и бой выдался для него достаточно непростым. Курбанов хорошо меняет стойки. Концовку, концовку здесь просят от Самоделова в первую очередь. И вон. Слушай меня внимательно. Стоишь, бей по корпусу. Не важно, что он делает. Бей по корпусу. Перекрылся, ударил. Перекрылся, ударил. Но пропускает по корпусу. Ты ему сбиваешь дыхание. А потом уже переводи в клин. Заставил его задышать. Отсюда вверх перевел. Сюда начал, вверх перевел. Вверх начался. Сюда перевел. Опять наверх. Работай ручками больше. И быстрее. Затягиваешь удар. Вот такой вот так вот. Вот не попадешь, конечно. Быстро хорошенько. Первый раунд туда отдали. Надо забирать. Надо работать. Второй раунд. В углу у Ильи Самоделова подсказывали, что больше надо стараться работать первым номером. Идти вперед, потому что, ну, действительно понимали, что первый раунд он отдал судейским решением. Все-таки первый раунд отходит Магомеду Курбанову, который работает больше первым номером. Сам больше попадает. Причем так достаточно ничего не дает сделать здесь своему сопернику. Плохо по корпусу попадает здесь Самоделов. Но этого, конечно же, мало. Это им Курбанова не остановить. Он продолжает идти вперед и забрасывает вот эти мощные, мощные мидлкики. Хорошо достаточно меняет время от времени стойку. Курбанов диктует темп. Сейчас отдал ногу, но чего-то существенного не пропустил. Тут же перехватился в клинч. Хорошая скрутка. Вовремя вмешивается рефери. Ох, мощный удар по туловищу, еще колено. Ощущение, что прочувствовал этот удар здесь Самоделов. В прошлом году, кстати, в этой весовой категории чемпионом становился у нас заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, спортсмен Нижегородской области Айк Бигян. Но в этом году он не участвует в национальном чемпионате, не принимает участие в отборе. И поэтому оба спортсмена, скажем так, не являлись изначально фаворитами. Но каждый из них провел достаточно большое количество поединков, потому что это весовая категория одна из самых насыщенных и таких переполненных. Снова мидл с дальней ноги пробивает. Здесь Курбанов в туловище, сразу подключается к коленям. Здесь просит, чтобы больше смещался и выбрасывал удары руками Самоделов. Складывается ощущение, что не так много сил ему на это остается, потому что после каждого удара вот этого в средний уровень ногой Магомед Курбанов хорошо клинчует. Тут же забирает голову соперника и начинает обрабатывать корпус коленями. И в те моменты, когда подхватывается Самоделов ногу, тоже чего-то существенного ему реализовать не удается. Ну а в клинче действительно так ощутимо физически посильнее здесь Курбанов. Дальняя нога в туловище. Курбанов так пристрелял левую ногу, а сейчас уже и левой рукой начал бомбить по корпусу. Ну и откровенно говоря, все спокойно в ринге, потому что Курбанов понимает, что он забирает этот бой. Илья Самоделов старается что-то сделать, но пока чего-то не получается. И ему приходится постоянно находиться где-то вдоль канатов, где его там задерживает его соперник. Второй раунд у нас закончен. Ждем судейского решения и заключительного отрезка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Показывают нам сейчас оценки первого и второго раунда. Уверенно Магомед Курбанов забирает и первый, и второй. Ну и сейчас шансов у Ильи Самоделова остается очень мало на победу. При этом то, что молодой парень вышел в финал национального чемпионата, провел большое количество поединков, ну и сейчас в финальном поединке также уже здесь оказывает, в принципе, достаточно так. Хорошее сопротивление уже хорошо для этого спортсмена. Нажимает канатом, корпус опять обрабатывает колени, здесь Магомед. Давит, давит, давит. Практически все пространство в ринге забрал. Здесь центр ринга всегда находится за Магомедом Курбановым. Илья Самоделову ничего не остается, как смещаться вдоль канатов. Пытается он перемещаться на ногах, что, в принципе, Шамиль Амиров, главный тренер сборной команды Москвы. И сегодня человек, который выводил как раз-таки Илья Самоделова в ринг, подсказывал ему, что нужно постоянно не застаиваться, постоянно двигаться. Ну и время от времени попытаться работать на контратаках руками. После команды Илью Курбанов вообще так далеко не отходит. Постоянно старается оставаться на средней дистанции. Вот это давление на соперника оказывает непрерывно. Сейчас реферин поправит на локотнике, потому что ударов локтями Курбанов забрасывает очень много. Луки хороший. Меньше минуты остается до конца этого поединка. Напоминает весовая категория до 63 с половиной килограммов. И здесь определяется первый номер сборной России по муай-тай в этой весовой категории. А эта весовая категория одна из самых конкурентных, как в России, так... Ох, какой удар по туловищу! Так, конечно же, и в мире. Пробил, пробил корпус здесь Магомед. Продолжает давление. Есть у него еще чуть-чуть меньше 30 секунд на то, чтобы попытаться отправить в нокдаун. Или досрочно закончить этот бой. Будет ли он рисковать? Ну что ж, так уверенно, хорошо, спокойно, скажем так. Магомед Курбанов забирает победу в этом поединке. Я думаю, сомнений в этом нет никаких. Но при всем при этом официального судейского решения мы с вами дождемся. Магомед Курбанов Итак, друзья, в этом противостоянии чемпионом России по муай-тай в весовой категории до 63,5 килограммов Встал боец из синего укла Магомед Курбанов Республика Дагестан Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова